Теперь вы мне расскажите, какие же бывают собаки. Маленькие и большие. Еще большие. Разных пород. Правильно, Мишня. А еще ребята бывают бездомные домашние. Правильно, собаки? Детское сердце отзывчиво к чужой беде. Именно поэтому волонтеры частые гости в учебных заведениях. Но в школу совхоза имени Ленина Оксана Власова, волонтер приюта для бездомных собак, приехала впервые. Так как это год волонтера, как бы нам не обойтись без такого же мероприятия. И вот у нас моя коллега Оксана работает в соседней библиотеке Новодрожино. И вот такая идея пришла, почему бы не организовать. По словам Оксаны Власовой, главная цель таких встреч в буквальном смысле на живых примерах еще раз донести до детей старую истину. Мы в ответе за тех, кого приручили. Очень много собак на улице. Это как раз собаки, которых выбросили, которых потеряли, которых не стали искать, которые просто наигрались. Приют для бездомных собак существует в Щербинке более 8 лет. В нем работают несколько сотен волонтеров. И все они делают эту работу по зову сердца. Волонтер – это же не должность, это не профессия. Это добровольный, бесплатный помощник. В прошлом году дом из нашего приюта нашли порядка 117 собак. Ну, плюс мы не ограничиваемся собаками, потому что многие помогают еще и кошкам. Вот я в прошлом году 13 кошек пристроила, одного хорька и одного голубя. Несмотря на все усилия волонтеров, найти семью для всех собак они не в силах. В питомнике постоянно содержится, вдумайтесь в эту цифру, более 1700 животных. Волонтеры стараются вернуть им белых людей, желание выйти из бомбера и получить приятный устрад. Кому-то требуется на этот месяц, а кому-то и больше года. Настоящей звездой мероприятия стала собака по имени Чарли. Глядя на эту симпатягу и не подумаешь, что она тоже из приюта. Сейчас Чарли помогает Оксане в деле волонтерства, причем не только в качестве наглядного пособия. Дважды отказница, то есть ее хозяева завели ее щенком, наигрались, уехали, завели себе новую собаку, эту отдали своим друзьям. Друзья через три недели сдали ее в приют. Именно такие настоящие истории из жизни и рассказывает Оксана на встречах с детьми. Ученики школы встретили гостю не с пустыми руками. Мы все в течение нескольких дней собирали макулатуру для того, чтобы ее сдать, а на деньги, полученные с этой макулатурой, мы всеми отрядами купили для вашего приюта корм, необходимый медикамент, миски. Также Оксане вручили благодарственное письмо главы сельского поселения совхоз имени Ленина. Но все же главный подарок для нее это выводы, которые сделали дети из встречи. И они одни из главных в жизни. Собака это не просто игрушка, которая поигрался и выкинул, а за ней нужно ухаживать и нужно сначала подумать, сделать решение, нужна ли она тебе. Самое обидное то, что больше собак, которые оказались на улице, люди просто выбрасывают, не ухаживают, относятся к этому халатами. В течение лета Оксана и Чарли планируют посетить еще несколько школ в Ленинском районе. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.